Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов, родной земли. Добрый день! Сегодня мы взбрались вместе на спортивно-патриотический праздник, посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября 2017 года на Красной площади. Сегодня 7 ноября. Это день воинской славы России, ибо никто более не смог отважиться на парад войск столицы, находящийся буквально на осадном положении. «Прошу всех встать!» Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Слава! Слава! ПЕСНЯ 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 Я с тобой. Звучит музыка. Звучит музыка. Без всякого объявления войны герландские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Фашисты хотели лишить нас свободы, захватить земли и города. Началась Великая Отечественная война народа с нашей страны против фашистских поработений. Осень коснулась болезнь от Москвы. Падает сверху лист. 30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. Тайфун назвали фашисты классового наступления. Тайфун — это сильный ветер, стремительный ураган. Ураганов стремились урваться в моху фашистов, обойти на Курсеве. С юга взять советские армии в огромные клещи. Сжать, раздавить, уничтожить. Таков у фашистов в руках. Верят фашисты в быстрый успех, в победу. Более миллиона солдат бросили они на Москву. 1700 танков, почти 1000 самолетов, множество танков. Однако, чем ближе к Москве, тем все сложнее и сложнее фашистов. Встречают всюду врагов за скорость. Как скалы стоят наши войска. Постепенно стихает на хору в воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лёг через сердца. Мысли в атаку сквозь огонь и взрывы. Дали победу. Победу. Ощутив едва, что умирали. Знаю, будем живы. Была б жива. Священная Москва. Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравняется к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы в Гитлеровской Германии было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года было решено провести для укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет стоять в глазах. Большое опасение вызывало возбуждение в том бонзировке Москвы в этот день германской авиации с целью уничтожения высшего руководства СССР или его случайного ранения осколками земельных снарядов. Однако, еще днем 6 ноября военные летеорусы сообщили, что 7 ноября будет отмечен сильным себя в патрахе и в бургой. Поэтому вражеской авиации боятся не следует, но с примерными боями и мерзезопасными. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на 2 часа раньше. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно накануне в 23 часа, а приглашенные на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества в 5 часов утра 7 ноября. 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили управляющие удары по эрадронам противника, и в праздничный день на Москву не было сброшено ни одной сборки. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты истребители, общее число которых составляло 556. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты возразделения с фронта кубстанцы повлиялись. В ночь на 7 ноября по указаниям Сталина кремлевские звезды были расчехлены и дожжены от маскировки освобожденных у нас долей. В 7 часов 50 минут на трибуне у нас долея появился Сталин, члены советского правительства, оставшихся в Москве. Генерал Георгий Жуков находился в команда КУМ. В 8 часов утра по всем громко-говорителям, которые все дни и выключались ни днем, ни ночью, раздался старший торжественный голос. Члены советского правительства. Работники и полководники, работники и полководники, работники институтного труда, братья и сестры и унащих родов, Ременово-Восточье, воскидва немецких работников, нашим славным партнерам партнерам, обучающих именов, обучающих правительствах, и наши большинственные партии, приветствую и поздравляю вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проказчинка на то, что в конструкторе в Унбарах наша армия в Унбарах не ест. Наша страна поставила нагадима. Доброе утро, что прочитала. В результате на время университета нашей армии в Унбарах, он из киркуляет, а также влада на поддержке сезонного правительства. А наша страна, вся наша страна, которая заполняла специальную военную властью, что в ней спецназчные армии и наши добрые осуществить разводы немецких западов. У нас, как наша страна, находила спецназборность для розы, молодец, он достигает кровью, и немецкие люди не жакают. Пусть возмущение обогревает, не только оттуда, народами Европы, а также не возил немецких западов, но и самым георгий народу, который не видит камера, войны. Немецкие охотники нарядают последней силы. Эта мега, что германия, не может быть, что долго, как я буду, на берегу. Есть немецкие мунистры, есть еще по нему, может быть много. Египтное с региономом должно быть в области своих растений. Ставцы, как правило, и работают командиры Больгородных, партизанами и партизанами. На вас смотрят песни, односимоспособные, уничтожные, раздумчивые, только немецкие западки. На вас смотрят все они делают. Прямо напортавшие кудыги, немецкие кремни. Как выросли освободительные? Великая освободительная личность около 20 лет. Суть в теле мастерских лет. В этой войне, освободительной, справедливой. В этой войне, окна для вас, но из-за невероятных наших великоспехов. Александр Горельского, Дмитрий Адолстой, Руссбудмин, Дмитрий Павянского, Александр Сорин, Ешак-то Путу. В этой войне, освободительной, неповедимой, нагляд, велико победило. На полный разгон демокрских захватчиков. Мы, демокрских оккупантов, на правство нашего славного родителя. И на свободе. И на войне. Вот в данный момент. И на полиции. Пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны макзолея, помимо рабочих и служащих, находились корреспонденты из иностранных газет. Так, что весь аппарат разнеслась по всему миру. 6 и 7 ноября 1941 года советское командование планировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, в Волокам-Ламском и Малоярославецком направлениях. Поэтому, прямо с парада на главной площади страны, бойцы Красной армии отправлялись на фронт, до которого от центра Москвы было всего несколько километров. Держась как даричное счастье за каждую пять землей, Мы под Москвой стали насмежно, в грусть промелклые бассейны. Земля от взрывов дрожала, горела берестой броня, Солнце в дому пожара чадило, как головная. И только на этом дворе, где наш окопался взвод на Балтике и в Черноморье, Москву защищало народ. Отчизна, родная Россия, в труде или в смертном бою Еще не родилась та сила, чтоб силу измерить войну. Я помню, и зелятся мечи, и в люк за жгутами жгуты, Летят под Москвой нам навстречу, чернее на танках кресты. Фашисты идут, и во мраке за ними и стонут, и плачут, И в огненно-красной рубахе гуляет пожар, как палач. Родни на губе, лечатся танки, и взрывы на синих снегах, И вражеские останки в дорожных кривых стрелях. И падает тихо-мороше в странширные узкие руки. Был в грудь враг остановлен, отброшен, от сердца отчинен. Московское контрнаступление было начато 5-6 декабря 1941 года Под руководством маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, Выдающегося полководца. Наши солдаты отстояли Москву и разбили фашисты в Великой Московской битве. Наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. Неугасима память поколений и память всех, кого так все точнее. Давайте, люди, встаем на мгновение и в скорби постоялись и помолчим. Прошу тебя встать минуту молчания. Прошу тебя встать минуту молчания. Светом благодарной памяти. Светом любви нашей. Светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. Вспомним. Три года, десять месяцев и еще восемнадцать дней. Двадцать шесть миллионов. Четыреста пятьдесят две тысячи жизней. Внесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте. Кто воевал в партизанских отрядах. Кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги. И кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях. Сощенных до плана. О поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним. Каждый дом. Солдат Великой Отечественной. Ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом. Вез хлеб в блокадный Ленинград. Горел в танке под Прохоровской. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Принес свободу вкусникам Бас-Свенцам. В Бухинвальда. В Дахаут. Ты не вторгался в чужие пределы. Не искал славы. Ты защищал отчизны. Защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь. Налдать победы. Поклонимся им низко. Проходят годы. Десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ПЕСНЯ Дорогая моя столица, золотая моя Москва За нами сила предков, а мы светлая рать Под нами матушка земля, над нами благодать За нами сила предков, а мы светлая рать Под нами матушка земля, над нами благодать Над нами благодать Над нами благодать Над нами благодать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok